здравствуйте хочу представить на обзор сегодня вот такой прекрасный аппарат это meizu м2 ноты заказывал его на jd.com около 8000 рублей он не обошелся пользуюсь уже около месяца им данный аппарат есть еще в наших сетях ну то есть в наших магазинах типа dns связной там цене около 16 17 тысяч на конец 2015 начало 2016 года вот такой общем ценник тысячи слепчики есть которые получают с китая в половину цены рискуют конечно но в принципе риск оправданный считаю потому что половина цены аппарат очень считаем не понравился пользуюсь им на сих пор вот как основным распаковка у меня уже была на канале вот коротко если что у нас шло в комплекте это вот такая коробочка очень стильная от meizu здесь у нас скрепочка flyme micro usb и usb шнурок и зарядное устройство давайте посмотрим на сам аппарат вот так он выглядит вообще первый раз когда распаковал его очень были положительные эмоции потому что я не ожидал такой эргономики такой очень приятно лежит руке в отличие от силами не знаю мне более угловатый показался но это дело вкуса как говорится коротко его характеристики здесь в hd дисплей 5 и 5 дюймов айпи с угресс от шарпа по моему есть еще от а вот еще от фирмы не знаю я не проверял проблем нету здесь пипе 403 защитное стекло гс dragon trail но у меня стоит еще стекло и выписывал дополнительно для защиты наклеил также здесь у нас восьмиядерный 6753 процессор на частоте 1 3 ггц работает cortex a53 графическая подсистема mali t720 отвечает у нас видео ускоритель оперативки здесь 2 гигабайта внутренние бывает 1632 но мне вот 16 слот здесь у нас сейчас такая мода тенденция пошла то здесь либо микро здесь две наносимки либо одна наносим и микро сиди либо 2 наносимки но у меня 2 наносимки хватает мне 16 гигабайт принципе давайте посмотрим внешний вид вот так выглядит у нас аппаратец здесь у нас глянцевая такая белая крышка черная все скажу честно надоело голову есть еще цвета розовый голубой нот написал заказал белый матовый еще из серого цвета это матовый пластин говорят там стирается краска смотрим снизу надпись meizu здесь у нас камера от samsung 13 мегапикселей здесь у нас вздойная вспышка камера также защищена стеклом gorilla glass 3 сверху у нас три с половиной миллиметра джек дополнительный микрофон здесь у нас смотрим микро юсб ход для подключения шнура микро юсб юсб для синхронизации для зарядки здесь у нас динамик никаких фальш динамиков нету вот только он один здесь динайк принципе громкий здесь еще отверстие для еще одного микрофона дополнительного слева у нас вот как бы недостаток я считаю это вот для левши может быть удобно но основном люди сказать правши что ли здесь у нас кнопка включения включения регулировка громкости справа боку у нас давайте сейчас откроем посмотрим как выглядит у нас слот для наносим возьмем фирменную скрепочку так вот все у нас выглядит лоточек сам металлический смотрим можно вставить либо одну микро сиди и наносим очка либо 2 наносим очки но люди извращаются еще ставят в общем микро сиди слой срезают у микро сиди также наносим очку тоже слой убирают и все это в таким тонким слоем получается все как-то склеивает ну такими извращениями честно не хочу заниматься потому что можно повредить слот так все это дело выглядит здесь у нас пластика здесь сам слот у нас металлический вот циферки 2 и 1 это у нас слота то есть вторая здесь у нас симка идет так и вставляем все это дело обратно посмотрим как у нас все это дело активируется давайте посмотрим что у нас на передней панели у нас фронтальная камера на 5 мегапикселей от ум не вижу она без автофокуса честно селфи не страдаю как бы этим как бы не увлекаюсь здесь у нас разговорный динамик различные датчики здесь у нас светодиодный датчик пропущенных событий не где-то внизу как есть у кого-то интересная такая особенность вверху я считаю все таки удобнее и одна механическая и сенсорная кнопочка как ее называют чудо кнопочка вот meizu давайте еще по внешнему виду пройдемся вот так все скошенные края этого аппарата очень аккуратно очень очень удобно лежит в руке нашу и вот в таком чехле тоже отдельно заказывал извините за слово паразит очень давайте еще по характеристикам то что не договорил здесь у нас 3g lte поддерживает у нас также про память я уже сказал также тг он поддерживает слот микросиде до 128 гигабайт и интерфейс у нас вайфай bluetooth 40 навигация gps от gps датчики у нас освещенности датчик силы тяжести инфракрасный датчика расстояния емкостный сенсор дисплея c цифровой компас датчик холла гироскоп батареечка у нас три тысячи 100 или ампер габариты 151 на 75 ширина у него и на 87 миллиметров толщина и вес у нас 149 грамм со стеклом вместе мне выходит на стекло 10 грамм то есть 150 людей около 160 грамм для сравнения xiaomi редмино 2 у нас 160 в чистом весе как бы если еще стекло наклеить то 170 то есть на 10 грамм как бы в месяц у нас выигрывает здесь присутствует также вот то что очень классно в этой булочке вот двойные этапы уже вот привыкаешь к этому как бы само собой разумеющий сяоми редмино 2 тоже примеру такой вещи нету также вот эту кнопочку тоже можно настроить но это все по порядку давайте сам аппарат смотрим очень шустрый здесь стоит международная прошивка сразу скажу что то что с китая приходит если у вас у нас есть китайские какие-то сервис то лучше прошивать наверное это будет еще одно видео по прошивке то есть есть такой сайт 4pd алиф опыда там принципе все есть но и куча информации но старался как-то обобщить то есть у кого-то есть проблемы можете посмотреть уже это видео который будет у меня вторым по этому девайсу давайте посмотрим как выглядит вот так выглядит шторочка у нас с быстрыми настройками не знаю не нашел вроде где это все настраивается ну в принципе вот такой порядок устраивает зайдем на стройке что у нас здесь есть вот что-то похожее с ios вот у нас персонализация аккаунт можно коротенько у нас все так конечно первое время это все непривычно флайм с но потом привыкаешь и принципе все даже кажется очень удобным по сравнению некоторые говорят все уме но сильно разницы не увидел как бы это интересная платформа милай и флайм с смотрим здесь у нас иконки флайм системные обои то что здесь присутствует давайте посмотрим вот на углы обзора считаю здесь очень хорошие углы ничего не искажается в отличие вот например мизу м2 mini там уже говорят уже есть проблемы при наклонах но честное слово не обращаю внимание на такие вещи кроме как если вот в sony z был аппарат того вообще откровенно белесый даже был цвет но это уже может быть у меня придирки так выглядит галерея так вот у нас живые обои не знаю здесь почему-то все пусто сейчас может быть что-то подгрузится смысл в чем что если вы купили в днс или в связном у вас международная прошивка то смысла как бы нету прошивать если у вас китая то обязательно нужно прошивать вот мой флайм здесь обязательно нужно регистрироваться для того чтобы получить root здесь google сервис у нас идет здесь у нас настройки sim-карт включена здесь номер телефона очень коротко говорится очень коротенькие настройки передачи данных можно вот 4g допустим выставить и так далее вай фай bluetooth здесь все понятно по звуку у нас давайте посмотрим какой звук только если в кармане или вот так может быть а а так принципе если на столе или где-то проблем я не знаю чтобы не слышно звонков не пропускал так давайте еще раз звук зайдем нарастание здесь есть тоже очень гибко в принципе настроена и светодиодный индикатор у нас спрятан в режиме не беспокоит тоже вы искал пришлось куда шерстить вот подсветка при буждении напоминания вызове его должна стоять галочка давайте еще раз настройки звука рингтоны здесь у конечно все настраивается виброотклюк системный звук вот системные звуки не включены нажатие экран отключена и так далее набор номера тоже отключена смотрим настройки яркости проблем тоже не наблюдаю с минимальной максимальной яркостью здесь все хорошо автонастройка здесь у нас динамическое размытие ничего не трогал честное слово размер шрифта кстати почему еще и не нужно менять прошивку потому что со шрифтом если вас китайская прошивка то со шрифтом это не очень он какой-то тоненький что или какой-то вытянутый допустим google chrome я заходил там было как-то проблемно все смотреть смотрим процент заряда у нас нужно включить выключить потребление заряда вот здесь смотрим использование три режима у нас энергосберегающий сборок сбалансированный производителя но у меня энергосберегающий стоит здесь у нас gps безопасность неизвестные источники это все нужно конечно же включить и так клавиатура touchpal у меня по умолчанию стоит дата и время сети тоже может быть из-за этого у меня какие-то глюки были с будильником тоже может быть это с прошивкой связано не знаю там я уже через root заходил системы системный редактор там менял кое-что но это наверно вся информация может быть и в этом видео будет может быть и в информации то есть в видео о прошивке будет все что я менял так здесь у нас приложение посмотрим что у нас в работе сколько у нас так свободно азу 722 занято 1 2 гб это честно ничего не замораживал через титанию backup потому что заморозила смысла как бы сильно не увидел кроме того что проблемы начались какие-то глюки в общем все сбросил снова на стандартные настройки и как бы пользуюсь не знаю сильно проблем не наблюдаю так здесь у нас еще смарт-точить кнопочка то есть вот она появляется можно на нее тоже настроить расположение можно ее настроить ну как бы не знаю для кого-то это очень существенно быстрое пробуждение это вот можно настроить здесь у меня настроена вот два нажатия то есть пробуждение экрана и от края рисуем в вот у меня это включено буквы сейчас покажу он загорается у нас фонарик то есть удобно в этом плане вот кнопочка здесь у меня тоже ее можно настраивать вот однократное нажатие это назад 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 вот так нажимаем это выключается у нас экран полностью также можно включить долгое нажатие это у нас выключение однократное пробуждение однократное и это все выходим домой так еще раз где мы были так вот скорость соединения то что мне нравится и все уме смартфонах от или в оболочке милой скорость соединения в lenovo тоже все классно все показаться включение выключение по расписанию есть тоже окрашенный статус бар не знаю как бы не видел что что особенного в этом как бы какой-то разницы для разработчиков это вот отладка по usb вот сейчас ее нужно включить то что мало ли что может быть случится с девайсом хотя здесь bootloader залучен пока есть какие-то прошивки то есть тестовые но не знаю я не рискую пользуюсь тем что есть защита от случайно разблокировки здесь можно учить различные калибровки датчики приближения но с этим проблем я не видел смотрим вот у нас версия прошивки у нас 5 5.1 android стоит на вот android 5.1 флайма с 4 5 4 2 конце большая буква это что означает международная версия прошивки вот здесь можно сделать все так запутано люди некоторые не могли даже найти где как сбросить устройство на стандартные настройки давайте посмотрим сброс настроек вот очистка мусора тоже иногда пользуюсь принципе очень классного сброс заводским настройкам очистка памяти вот как-то все у них запрятана получается общая информация вот здесь у нас ну стандартный лаунчер флайм стоит все иконки все попадает у нас на рабочий стол нет у нас меню приложения но и для того чтобы было меню приложения это ставить надо или новый лаунчер или другие лаунчер из маркета смотрим как выглядит музыка у нас здесь у нас вот на диракт hd sound включен здесь также можно как милай или смартфона как сяоми настроить также под наушники настроечки тонкие идут получается ну и эквалайзер у нас есть здесь тоже ничего не трогал принципе звук устраивает еще у нас есть пункт вот такой безопасность тоже интересно здесь тоже все как-то запретом допустим очистка ненужного здесь у нас энергосбережение смарт режим супер режим режим пользователя тоже это все дело остается но честно ничего не трогай просто стоит энергосберегающий режим и все также у нас есть пункт обновление системы давайте проверим вот у нас актуальная версия автозагрузка обновлением не стоит то есть по предусматривается по воздуху обновлением стоит еще рисовалка внизу тоже интересно приятно что такая штука здесь есть можно ставить картинку уже ну мне вот по работе иногда когда делаем эскизы допустим там с детали какой-то очень удобно сфотать что-то быстро какую-то деталь и сделать эскиз прямо тут же от руки виджет у меня стоит сторонний то есть это я скачивал с маркета он простой какой-то принципе все понятно в нем давайте посмотрим что у нас по камере по камеру очень много нареканий было на этот аппарат ну вроде как спасается на камера настройки он не запоминает то что вы зашли все это потом сбрасывается допустим давайте что-нибудь сейчас быстренько смотрим кто-то из жалобы на то что фокус долго на стресс ну не я как бы не требую супер супер камеры но 13 мегапикселей и все равно зеркалку из нее как бы не выдавить что там сравнивают устанавливать ну не знаю меня устраивает то что здесь есть вот такая камера сильно как бы требований у меня к ней нету вот у меня hdr есть настройки такие в камере сетка уровень размер фото 4 3 размер видео так что у нас еще да еще в камере есть различные фоны можно ставить от пленка черно-белый то есть кому-то это может быть интересно да вот еще по памяти у меня сейчас стоит real racing nova 3 и вот 5 гигабайт свободно 6 8 гигабайт занята ну вот еще как бы минус этого устройства вот я бы то что есть диспетчер приложения но так он работает то есть снизу свайпом открываем и убираем вот ненужное приложение нету одной кнопочки допустим убрать все закрыть все что-то похожее есть и в ios давайте еще раз камеру зайдем так вот попробуем так и убрать и снова зайдем ответьте все настройки сбросились вот говорили про различные улучшалки так давайте посмотрим сейчас фронтальную камеру вот так выглядит у нас фронтальная камера без автофокуса она ну не знаю для селфи может быть кому-то и сгодится на еще можно сделать вот быструю заметку прямо сказать на рабочем столе есть блокнот есть браузер интересную им не пользуюсь вот именно все от meizu эти перейдем галерею посмотрим информацию нас по скриншотом так это у нас слайм регистрация у меня было я делал скрин так это я вот с такой прошивкой получил сам смартфон то есть 84541 а здесь невозможно было зарегистрироваться во флайм заходим во флайм получаем root root не получается то есть какой-то глюк чем потом пришлось прошить то есть ось смотрим флайм ось 4542 а уже прошивочка у нас так далее но это вся информация будет видео о прошивке все эти скрины так это у нас информация о будильнике отключил будильник да и заходим допустим в root explorer вкладка систем и ищем у нас вот систем таймзон европы иркутска там стоял какой-то другой в общем я исправила вот систем таймзоны европы иркутска здесь конечно надо будет право рв чтоб чтение запись можно было выставить так здесь не вижу а вот азия шанхай систем таймзон азия шанхай был рот был проб в общем это вкладочка и здесь открываем в текстовом файле допустим здесь же на смартфоне менял и сохраняем и выходим то есть потом чтобы будильник у нас не глючил это у нас через титанию бы кап я пробовал замораживать приложение ну как бы ничего не вышло что это как бы не знаю кто пользуется очень часто интернетом может быть это очень важно замораживать я время от времени пользуюсь интернетом на смартфоне основном не чтение слушай слушаю музыку так далее это у нас пять с половиной часов проигрывание видео получилось версия антута 601 33 тысячи 174 попугаев кому интересно здесь вот лесенка у нас вот мой девайс его x5 про снизу на пятнадцатом месте получается вот еще информация mt 6753 валите 720 камеры 13 информация по памяти по 8 ядер 1 и 3 гигагерца разрешение 1080 1920 здесь у нас так температура вот 29 да кстати греется аппарат в этой в этой области возле камеры в играх конечно же информация по датчикам но это я уже говорил кому интересно все это вот тут вот еще раз делал 30 3614 уже это у нас ультра хай ультра высокие настройки 25 и 9 говорят вот как бы не а из для 67 53 процессора и full hd как бы не дружит процессор если hd то все окей я как бы не игроман сильно такое устраивает в принципе аппарат на на марк 2 2 и 4 версии 56 и 5 fps информация cpu z 480 dpi смотрим здесь еще вот fly мос 4542 вот информация о нагреве процессор также информация о сенсорах к кому-то интересно вот смотрим так 2229 так нет это 1748 вот и 1749 4 в использовании 7 спутников увидел здесь уже 13 увидел 1750 то есть через две минуты 5 взял но это вот использование как бы мы умеренное этого девайса четыре дня выходила так и еще то что в тестах когда на видео на одном проценте очень долго 2 процента то есть некоторые девайсы сразу резко выключается допустим на десяти процентов это еще очень долго борется то есть очень трудно посадить даже с 5 процентов но это было при проигрывании видео именно также забыл сказать о то есть были нарекания на то что здесь тихие то есть меня плохо слышит я звоню то есть проблемы с микрофоном если я звоню меня плохо слышит все решается очень просто как на xiaomi редми нот 2 это делал через инженерное меню меняем 64 в вкладке аудио до по моему до 200 что ли ну кто не знает можете погуглить вот звездочка решетка звездочка решетка 364 вот у меня просто забита на тот номер 66 33 решетка звездочка решетка звездочка просто его копируем прямо отсюда вот так берем копировать и вставляем звонилку допустим так вот вставить и переходим инженерное меню вкладка вот смотрим первый телефон комиктивити хардваре тестинг вот аудио нормал мод выбираем и вот микрофон да у меня вот было все четыре стоит поставил 200 прямо здесь раз и нажимаем сет и перезагружаем девайс и нас хорошо слышат запустил real racing посмотрим как аппарат ведет себя звук я убавил потому что уже был случай что сейчас банят в общем там музыка используется и так далее ну давайте посмотрим как здесь что лагает full hd у нас разрешение 67 53 то что видит сейчас еще попробуем вот смотрим еще здесь уже сама гонка пошла где какие ваги и и и и и и и и и В общем, как-то так. Так, давайте еще одну игрушку запустим Shadowgun Dead Zone. Да, вот игра пошла. Так, это я загоразил немножечко. Вот здесь загораживается иногда пальцем, но все равно лучше сверху то, что он есть, чем снизу. Так не загораживается, еще более-менее это игра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В общем, как-то так. Ну и, конечно же, забыл про мультитач. Десятиточный мультитач вспомнил, когда в играх начал играть. Все идут споры, зачем 10 точек или 5 точек, разницы нет. Можно 3 точки, 2 точки. Ну, считаю, чем больше точек, тем лучше дисплей. Чем дороже девайс, чем брендирование, тем больше точек касания, тем он чувствительнее и так далее. Очень много плюсов в этом, считаю. Кстати, давайте вот в концовке видео о плюсах и минусах. Плюсы, считаю, эргономика девайса, сборка его. МИЗУ, марка сама. Флайм УС очень шустрая, все очень быстро работает, без лагов. Также кнопка для кого-то плюс, для кого-то минус. Для меня это плюс, я уже к ней привык. Легкие, в принципе, для таких размеров. Звук из наушников понравился. Также о плюсах. Вот наличие индикатора. И еще раз скажу, очень шустрая оболочка. Получение рута, в принципе, нормальное здесь, то есть через флайм УС, конечно, надо там регистрироваться и так далее. Давайте теперь о минусах. Нельзя полноценно пользоваться из коробки, если девайс получили из Китая, там какая-то китайская прошивка. Это очень проблематично. Также то, что здесь минус. Комбинированный слот для кого-то очень сильный, это минус. Как будто надо и микросиди и две симки. Но здесь либо то, либо другое. Также для кого-то отсутствие сенсорных кнопок под экраном. То есть привыкли уже меню назад домой, а здесь вот одна кнопочка. Также глюк будильника, но уже о нем говорил. Это, в принципе, решается либо прошивкой, по-моему, либо через рут и вот этой правкой вот этого, buildprop вот этого файла. Также заметил странное поведение индикатора событий. То есть, когда смс приходит, он не сразу загорается почему-то. Потом последующие нормально уже воспринимает. А здесь как бы пять секунд ждешь. Может быть и больше я как бы не засекал. Но иногда не сразу все это дело загорается. Может быть это и правильно. Не знаю. Но так решили разработчики. Также bootloader залочен. Ну, как бы, не знаю, этот вопрос такой. Трудности с получением рута. Жрет батарейку. Но это может быть на китайских прошивках. Потом это как бы раскачивается. Нужна заморозка приложений. Но я как бы ничего не замораживал, по крайней мере. Вот сейчас ничего у меня здесь из приложений не заморожено. Для кого-то минус, что камера не запоминает настройки. Но можно поставить снять камеру. Так же шрифт на международной прошивке он нормальный. Если китайская прошивка, то вам обязательно надо прошивать. Уровень микрофона. Ну, все это дело правится. Так же вот неприятный клюк. Вот проблемы синхронизации. В контактной книге сведения не все почему-то. Вот странно. То есть заходишь и, допустим, нету каких-то телефонов. Примечания не все. Не знаю, с чем это связано. Так же, когда заходишь в Google, ну, в свой аккаунт. Вот у нас аккаунт. Допустим, здесь у нас. Если снять галочку с контакта, то контакты исчезают. То есть я вот привык, что у меня синхронизируются они постоянно. Для кого-то, может быть, это и не проблема. Но кто привык, то есть имейте в виду, можно остаться без контактов. Надо, чтобы Wi-Fi или интернет был под рукой. Если нажали случайно, там, на галочку. Контакты могут исчезнуть. Обязательно нужен потом интернет, чтобы все восстановить. Неудобный диспетчер задач. Наверное. Ну, я уже привык, в принципе, и по одному приложению выбрасываю. Хотелось бы, конечно, одной кнопочкой все. Заметил еще зависание. Странное зависание звонилки. Звонишь куда-то. И так все. Раз. Зависает картинка. То есть с двумя. Откуда позвонить? С двухсим. Но решается все вот так. Включили, выключили. И, как бы, нормально. В принципе, девайсом очень доволен. Сейчас кучу аксессуаров. Выписал для него рамку металлическую. Крышку с металлическим ободком. Все. На все это будут обзоры, распаковки. Будет еще видео по прошивке. Вот. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok